Всем привет! С вами Дмитрий Денисов, он же Дмитрий Д. В этом уроке я расскажу, как сделать коррекцию Color Clamping с помощью программы Notron. Эта программа предназначена для композитинга статичных изображений, позволяющая с легкостью носить изменения с помощью нодовой системы. Программа имеет большое количество инструментов по работе с масками, а также их анимацией. Несомненно, большим плюсом является то, что программа позволяет работать с GPU графическим процессором, что значительно ускоряет скорость рендера. Программа очень удобна для 3D композитинга, например, когда требуется собрать изображения из отрендеренных рендер пассов. Одним из серьезных плюсов я считаю нодовую систему. Представьте себе сложный проект, в котором большое количество оправок. Отрисовка масок, цветокоррекция, смешивание и т.д. Если нам потребуется что-то изменить, не нужно будет менять все дерево. Мы лишь изменим значение в ноде и все. Это сэкономит очень много времени. По своему пайплайну программа очень похожа на нюк. Как я говорил в уроке Color Clamping Photoshop, ссылку вы можете увидеть здесь. Файл с 32-битным цветом хранит в себе информацию о яркости, в некоторых случаях превышающих значение единицы. Это одно из основных отличий от 8 и 16-битных изображений. Самые яркие участки изображения получаются за счет установленного слева источника освещения, который воздействует на материал объекта. Чем больше мощность источника освещения, тем выше значение яркости на материале мы получим. Проблема в том, что современные мониторы не в состоянии отобразить эту информацию, так как имеют ограниченный диапазон яркости. В этом уроке я расскажу, как создать дерево нод, настроить их смешивание. Итак, начнем. В пустом окне Viewer 1, здесь мы в дальнейшем увидим изображение, нажимаем правую кнопку и выбираем пункт Show Height. Далее Show Height Player. Проделываем все то же самое еще раз и теперь скрываем Show Height Timeline. Так как мы не работаем с анимацией, параметры выше нам не потребуются. Навигация в Natron очень простая. Зажатая средняя кнопка мыши позволяет перемещаться в окне. Alt плюс средняя кнопка мыши или колесико зуммирует изображение. В окне Viewer клавиша F центрирует и автоматически масштабирует изображение. Обратите внимание на то, чтобы появились настройки ноды, нужно нажать на нее два раза. Далее нам нужно загрузить исходное изображение в Natron. В окне Node Graph, здесь отображается дерево нодов, нажимаем правую кнопку. В выпадающем списке выбираем Image Read. Выбираем нужный файл и нажимаем Open. Теперь в Node Graph находятся две ноды. Исходник и Viewer 1. Чтобы просмотреть изображение, выделим ноду Read 1. И нажмем клавишу 1. Или перенесем стрелку от ноды Viewer 1 к Read 1. Двигаемся дальше. Выделяем ноду Read 1. И меняем имя на Source. Далее в окне Node Graph нажимаем правую кнопку мыши и выбираем Color Math Add. Нажимаем клавишу 1 для того, чтобы сделать ноду видимой в окне Viewer 1. Меняем имя на Tone. В окне Properties находим значение Value и выставляем 1. Изображение заменит вид на белый. Все верно. Теперь мы соединим две этих ноды с помощью Merge. В окне Node Graph нажимаем правую кнопку мыши, выбираем Merge, Merge. Выбираем ноду Merge. Чтобы сразу ее активировать, нажимаем 1. В поле Properties – Operation. Выставляем режим смешивания Divide. Меняем имя ноды на Final. Теперь нам осталось расставить входящие данные A и B. Для A выбираем Source. Для B выбираем Tone. Просто перетаскиваем стрелки к нужным нодам и все. Сейчас мы видим первый результат нашей работы. Проведем небольшую реорганизацию сцены, чтобы все было аккуратно. Для того, чтобы добавить промежуточную точку к линии, нужно нажать Ctrl и перенести. Сравним результат до и после. Для этого в Natron есть очень удобный инструмент – Wipe. В окне Viewer 1 нажимаем клавишу W или в меню W – Under. Окно разделилось на две части. Справа после применения фильтра, а вот слева ничего не отображается. Нам нужно соединить Source как второй Input для Viewer 1. Перетаскиваем стрелку 2, исходящую от Viewer 1 к Source. Отлично! Теперь мы видим и можем сравнить результат. Попробуйте переместить Cursor Wipe в центре, чтобы выделить область воздействия. Линия с кривой позволяет выставлять прозрачность инструмента. Теперь нам нужно добавить новые ноды цветокоррекции, чтобы сделать изображение ярче и контрастнее. Выбираем ноду Final. Нажимаем правую кнопку. Выбираем Color, Color Correct или просто клавишу C. Перед тем как вносить правки, я перенесу Wipe ближе к выжженной части глаза. Так будет удобнее сравнивать результат. В настройках повышаем параметр Gain, чтобы осветлить изображение. Далее слегка изменим тональную яркость персонажа. Выбираем ноду Tone и немного опускаем значение до нужного результата. Мне нравится, что у нас получилось. Теперь я предлагаю совместить персонажа с фоном. Создаем ноду Merge. Просто нажимаем клавишу M и меняем имя на Background. Совмещаем ноду Background с деревом. Зажимаем Ctrl и подносим к линии. Цвет изменится на зеленый. Далее создаем ноду Shuffle. Меняем имя на Alpha. И в качестве Output Components выбираем Alpha. Присваиваем данные A и B к Source изображению. Тем самым мы создаем отдельный альфа канал. Теперь применим маску к ноде Merge Background. Перетаскиваем стрелку Mask к ноде Alpha. Двойным нажатием открываем настройки ноды Background. Находим пункт Mask. Выбираем Color A. В качестве Input B используем фоновое изображение. На этом все. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.